Только что вышкаш на экраны, и можно сказать, что ажиотаж вокруг первых двух эпизодов был оправдан. Дея происходит в Японии 17 века, где мы видим, как Джон Блэкторн и его команда терпят кораблекрушение и становятся пленниками. После смерти Тайко, Тайко, совет регентов, правил срывающейся страной до тех, пока престол не достигнет наследник. Достаток доверия – это то, что присутствует среди регентов. Стремление к власти, конфликтам религий, католицизма, протестантизма и нехристианских убеждений вызывают разногласия. Явно видно в виде восстания трёх языков, трёх религий и судьба Японии на весу. Не стоит удерживаться. Погрузимся в это видео, чтобы разобрать все основные моменты первых двух эпизодов. Вам представляется рецензия и обзор концовки первого и второго эпизода Сюгун. Спойлеры будут в этом видео. В первой серии выяснили два ключевых момента. Смерти Тайко был создан Совет регентов для управления страной. Это продолжалось, пока лорд Ячио, наследний, не достиг 16 лет и не стал способен управлять. Видели политические различия и нестабильность среди бушо с пяти территорий, каждый из которых хотел больше власти. Однако самым жадным по власти казался лорд Исида, обвинивший Тарунага в похищении Лидии Тибу и угрожавший импичментом за обвинения в преступлениях. Это также подразумевало, что его, скорее всего, убьют. Получается, Тарунага был почти как медведь, сбалансируя на грани. Остальные регенты Васаки не беспокоились о нем. Одного человека меньше в росте к вершине. Как-то происходило, Джон Блэктор намеревался разграбить Испанию, паничь Японии, открыть торговлю с Новым Светом. Однако португальский флот в Японии распространял католицизм. Японцы считали, что Португалия – единственный европейский флот. Джон был первым англичанином, которого они увидели. Он был не католиком, а протестантом. В Европе живет в войны по этому поводу. Разрыв между португальцами, испанцами и англичанами был очевиден. Это было ясно с момента своего прибытия. Джон Блэкторн основан на реальном имени Уильяма Адамс, пилот из Кента, Англия. Как мы видели в сериале, корабль был найден с 20 пушками на борту, что было похоже на ухо Уильямса, когда корабль прибыл в Японию. Как в сериале, португальские священники заявили, что Уильям Пират, что его нужно казнить. Но казнь не произошла. В этом эпизоде Блэкторн доставлен в Осаку для встречи с Тору Нагой. Тору Нага узнал о прибывшем корабле. Хотел, чтобы Хираматсу его проверил. С мнением Джона хотел оценить угрозу. Мы увидели разницу в видении мира у Джона и Джон Понсов. Был момент, когда Ябушеге попытался спасти Родригера и едва не утонул. Он уже думал самоубийца, когда спасительная веревка ввалилась. Он решил не делать его. Этим Джон был поражен. Вернувшись к началу серии, мы видим Джона в ранджаворе с капитаном корабля, на котором он плыл, за мгновением до своего конца. Тогда капитан говорит Ангелу, что Джон не должен бояться смерти, но Джон видит в этом трусом ть. Однако Родригес говорит, что сам выбор момента смерти – лучший возможный способ умереть. Интересно видеть два разных подхода, и Тока и Джон воспринимал их по-разному. Также был ужасающий массаент в серии, где одного англичанина сварили заживо. Смотреть было просто жестоко, словно чувствуешь эту страшную боль. Во второй серии мы видели, как мы видим, как формируется союз и понимание между Джоном Блэктоном и Токтонагой. Торунага не был религиозным, тем более католикам, и Джон использовал спорта в своих целях. Он внушал яшал уши своими антипортугальскими словами. Госпожа Мадика присутствовала в роли подтвердляющего переводчика. Думаю, это говорит о недоверии Торунагу на священникам здесь. Поага от Минааров. Они правили Ставельной долго и взошли на самую вершину Сёгун. Начало показывает, как Тайко хотел Торунагу за регента в ожидании сыновей. Вей. Но Торунага понимал, что это погодит Японию в хаос и гражданскую войну. Он отказался. Интересно. Ишида теряет власть, пытаясь избавиться от человека, который хотел Тайко. Ишида планировал голосовать за импичмент у Торунаги, но регенты не хотели голосовать до решения дела с Джоном. Они хотели его смерти. Ишида дал это согласие. Однако, прежде чем исполнить приговор, Ябусигэ сопроводил Джона Кторунаги. В этот момент был подан яд. Он упомянул, как португальцы и испанцы ванделили Японию и как они могут предъявить права на неё. Тоже открыл португальскую базу в Макао с оружием, использовавшимся в понсе Тайко-сражении. Создав врага в лице португальцев и сказав, что хочет зазывать Торунагу союзникам, а после сказал, что сдастся лишь побеждав, когда Торунаги было численное имущество, я думаю, это привело к восхищению между ними. Торунага должен был подписать бумаги, которые позволили бы черному кораблю уйти, но он решил этого не делать, так как хотел, чтобы португальские базы были распыливаны, что вызвало волнение среди священников. В конце эпизода на Джона было совершено покушение, и Ишидо был исключен из списка подозреваемых. Но Торунага, кажется, знает, кто это может быть. Интересно, могут ли это утлить католические священники? Иоанн представляет собой явную угрозу их религии, её распространению и силе которой они являются искать из-за три страны, играя в долгую игру. Но я думаю, что мы узнаем это в следующий эпизод. Общий обзор. Я думаю, что первые два эпизода сериала были действительно ханахашими. Мне показалось, что это выглядело потрясающе. Сценарий был действительно крепким, и он не сдерживался в крови, что мне очень нравилось. Помимо того, я чувствовал, что беспорядки, которые протрунствовали в Японии, были чем-то, что было хорошо показано через экран. Я думал, баланс истории был простым для восприятия. Получив два эпизода, стало ещё пыще. Будь то заявление Ишида, время заключён для Джона Блекторна, или план Тарунаги выжить, выжимереть, баланс действий и плавное повество о весне, были хорошо реализованы. Эпизода была основана на диалогах, что позволило нам узнать о персонажах косвенно. Но иногда были на моменты действия, например, корабль в шторме, пущий геранин, пытаясь спасти Родригеса, или покушали мне в конце второго эпизода. Я задавался вопросом, будет ли шоу многоязычным? Рад, что это так. Шоу меньше боятся использовать разные языки. Я рад, потому что это делает шоу аутентичнее, хотя слышим португальский на английском. Что странно. Предположу, они хотели английский внутри. Страх, что Джон Блекторн пытается внушить Тарунаги по отношению к португальским для собственной выгоды, было интересно видеть. На Блекторна есть собственные мотивы для пребывания в Японии, но они не были показаны. Слушая, как он называет людей, которых он встретил, дикарями с момента, когда он удалил их, когда в свою очередь мы слышали от Родригеса, что Джон ведет себя как дикарь, это был момент, когда, как мне показалось, демонстрировал, что это было по-былу и отдельное правило для него и для других людей, с которыми он раньше не сталкивался, просто потому что они были ему непривычны. Это было отличное начало шоу, и меня очень интересно, как оно будет развиваться, и насколько хорошим оно станет. Учитывая гражданскую войну на горизонте и Совет Регентов, который, скорее всего, обратится друг против друга, я думаю, это было просто намеком на то, что нас ждет, и действия, которые мы увидим. Так вот и все. Объяснение концовки 1 и 2 эпизодов Сёгуна. 2 эпизодов Сёгуна.